ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И каждый раз, когда я слышу или вижу о таком случае, я начинаю как-то злиться и кипеть, потому что я ненавижу водителей, которые не следят за дорогой, которые садятся за руль в алкогольном упенении или невыспавшимися, что еще хуже, и попадают в ситуации, когда калечат себя, но, что самое важное, других людей, потому что я в этой зоне риска. И вот произошла ситуация, когда актер, блядь, сука, актер, деятель искусства, гражданин, блядь, поэт, нажравшись, что иронично, потому что всегда, как я его помню, исполнял только роль алкашей, врезается и убивает человека. Ну, не сразу убивает человек, умер в реанимации, но все равно. И вот эта вот пьяная рожа, еще не понимает даже, что произошло. О, что, я в кого-то врезался? Ну да, врезался. Ну, может, помогу, ведь я помогу, ведь я, блядь, актер! Ну, то есть, поэтому его обращению в пьяном бреду видно, ему наплевать, в принципе, что происходит вокруг. Он прибухнул, сел в свой автомобиль и поехал, потому что все остальное – это чернь, это грязь для него. Ведь этот чернь ходит на его концерты, на его фильмы, платит ему деньги, он за их счет, получается, выпивает и может ездить и творить все, что угодно, потому что он живет в прекрасной стране России, блядь! Печально, что погиб человек. Печально. Больно его родственникам. И его родственникам я сочувствую. Но этим видео я хочу вас призвать к следующему. Недавно была очередная волна негодования движения Black Lives Matter, да, то есть, черная жизнь имеет значение. Я, конечно, никого не призываю выходить и громить магазины, всякие лавки устраивать, поджоги. Нет. Давайте хотя бы в информационном поле интернета постараемся сделать так, чтобы Ефремова, которому сейчас грозит до 12 лет тюрьмы, именно посадили на 12 лет. Чтобы не было такого, что, ну, да, ему грозит до 12, но мы дадим ему 6 и домашнего аренста, потому что, ну, он актер, он очень многое сделал для России, и вообще, на самом деле, он не на все 100% был неправ, там сложная ситуация. Нет, блядь! Он алкаш за рулем. И плевать, что он там до этого делал. Он алкаш, кусок говна, биомасса, биомусор за рулем, который стал причиной смерти другого человека. И неважно, какой был человек, хороший или плохой, неважно, это смерть человека. И вот давайте поднимем шум. Через всеобразные хэштеги. Ефремову срок, Ефремову 12, гражданин алкаш, посадите Ефремова, запретите Ефремова, стоп Ефремова и так далее и тому подобное. Просто нужен шум, чтобы правосудие максимально отыгралось на этом алкаше. Плевать на все его заслуги. Это маразота, которая нажралась и убила человека. И этим человеком, даже если вы фанат Ефремова, могли быть вы, просто переходя дорогу или заворачивая во двор, навстречу вдруг вылетает пьяная морда и вас убивает. Я думаю, вам бы это не понравилось. Ну, вам было бы наплевать, но вашим родственникам бы это не понравилось. Или если бы такое случилось с прямым вашим родственником, знакомым, я думаю, вы бы тоже поднимали бы шум. Давайте поднимем шум. Я не знал потерпевшего, погибшего. Мне сейчас самое главное, чтобы Ефремов получил по заслугам. Ну, а с потерпевшим, если вы знаете, куда ему скидывать деньги, ну, его семье, то скиньте, я думаю, им лишним не будет. На этом все. Я не призываю подписываться, лайкать, телекомментировать. Я призываю распространять шум, чтобы Ефремова закрыли к чертовой матери. Мы, как общество, как свободное общество, как говорящее общество, и общество, которое заботится о своей безопасности, должны это сделать. Ферштейн, Ферштейн. На этом все. Всем спасибо. Всем дизлайк.